Здравия желаю! В начале вкратце расскажу о том, что вы увидите в этом выпуске. Полицейские провели очередной рейд по местам, где оказывают интим услуги. Преступления с романтическим оттенком и с цветочного ларяка были похищены розы. Динамовскую милю преодолели около 250 бегунов. Победитель из-за бега награждала участница Олимпийских игр Елена Наговицына. Но с начала криминальной обстановки на этой неделе. Вашему вниманию предоставляется оперативная сводка. За прошедшую неделю в республике зарегистрировано более 7 тысяч сообщений граждан. 240 из них о преступлениях. Сотрудниками полиции раскрыто 165 преступлений, в том числе 3 убийства, 8 фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 8 грабежей, 63 кражи, 3 угона автотранспорта, раскрыто 28 преступлений по линии незаконного оборота наркотиков. За неделю на дорогах республики произошло 41 ДТП с пострадавшими, в которых 52 человека отлучили травмы, 6 человек погибли. С начала года полицейские выявили свыше 50 фактов занятия проституцией из десяток заведений по оказанию интимных услуг, работавших под видом саун и массажных кабинетов. На днях полицейские Ижевска вновь провели рейд по местам, где оказывают интим услуги. Подробности в нашем сюжете. Улица Удмуртская, поздний вечер. Самый разгар рабочего дня промышляющих проституции. Сотрудники полиции под видом клиентов берут товар с поличным. Погнали. Полиция! Полиция! Полиция, вы пойдете. Были задержаны 4 девушки сомнительного поведения. Три из них приехали на заработок в Ижевск и сельских районов. За компанию в РОВД на разбирательство взяли водителей, в чьих машинах находились проститутки в ожидании клиентов. 1800 за час. За час. Сколько из этих денег лично у тебя получается? Семьи, я только с водителем плачу. Сколько водителей? Полторы тысячи. А со скляти до скляти рвозы? С девять вечера, да. Все, как бы, до трех, до четырех. А за ночь много бывает клиентов? Все, как бы, в среднем. В отношении задержанных составлены протоколы об административных правонарушениях за занятие проституцией. Закон предполагает наложение штрафа в полторы тысячи рублей, что примерно равняется одному часу работы проститутки с клиентами. Преступление с романтическим оттенком. В цветочный ларек по улице Петрова города Ижевска вошел молодой человек. И в открытую на глазах у продавца и покупателей похитил вазу с полсотни свежих роз. По горячим следам преступник, кстати, ранее судимый за разбой, был задержан сотрудниками полиции. Налет на цветочный ларек на улице Петрова в Ижевске случился поздно вечером. Сначала двое молодых людей пытались купить 15 белых роз, но денег не хватало. Уговорить продавца отдать дешевле не получалось. В этот момент появился третий персонаж, который без лишних слов схватил охапку роз и моментально скрылся. Оставалось только срочно звонить в полицию. Вы куда, молодой человек? Вы куда со цветами? Помогите, помогите. Основной мотив, сподвигший на грабеж, неразделенная любовь. Не миллион, но букет белых роз преступник успел донести до возлюбленной, но она и на этот раз отвергла ухажера. Ничего другого не оставалось, как раздавать цветы прохожим. На улице его и взяли полицейские с остатками роз. Изначально, конечно, вызвало какую-то улыбку. То, что молодой человек хотел сделать приятное девушке. Но преступление остается преступлением, и каждый должен вести ответственность, в частности уголовную, по данному преступлению. И считаем, что не должно быть никаких дел на поблажек, даже если в имя любви или чего-то совершено данное преступление. Сейчас подследственный находится под подпиской о невыезде. В отношении него возбуждено уголовное дело по 161-й статье Уголовного кодекса за открытое хищение чужого имущества. А сейчас, внимание, розыск. Управление Уголовного розыска Что-либо известно об этом человеке, просьба сообщить в полицию. Немного спортивной информации. Третий год подряд Министерство внутренних дел Подмурской республики проводит легкоатлетический забег. На этот раз Динамовскую милю, а это ровно 1609 метров, преодолели почти 250 человек. Спортсмены-полицейские прибыли в Ижеск со всей республики. Подробности в нашем сюжете. На Динамовской миле представительство спортивных звезд всегда впечатляющее. На турнире выступают члены национальных команд, чемпионы России, победители крупных международных стартов. Именно всех не перечислить. Вот некоторые из них. Лыжник Александр Уткин, биатлонист Вячеслав Алыпов, легкоатлет Сергей Александров. Динамо – это флагман российского отечественного спорта. И не секрет, что большинство олимпийских наград, большое количество наград на чемпионатах мира завоевывают именно динамовские спортсмены. В этот раз всеобщее внимание на турнире привлекла к себе участница Олимпийских игр в Лондоне и чемпионата мира в Москве ликоатлетка Елена Наговицына. Она вручала награды юным спортсменам, победителям Динамовской мили. Все общество Динамо очень заинтересовано и в спортсменах, и в их результатах. Огромная идет поддержка, очень много соревнований проводится. И что мне приятно не только для сотрудников, но и для детей в последнее время. Это очень важно. Поэтому вот уже третий год подряд принять участие в соревнованиях может любой желающий. Политика спортивного общества Динамо – увлечь физкультурой и спортом как можно больше людей. Детей, инвалидов и, естественно, своих сотрудников. С приходом Первухина Александра Сергеевича, нового министра МВД, очень большое внимание стало уделяться всем видам спорта. Есть спорты-киады МВД России, по которым мы сейчас довольно-таки уверены. Там где-то боремся за самые высокие, за первые места. В прошлом году мы ее выиграли. Поэтому очень пристально, очень внимательно все отслеживают. Все протоколы всегда смотрят. Я это знаю, что и, соответственно, ощущается и у спортсменов поддержка руководства. Следующий телевизионный выпуск программы «МВД-18» выйдет в эфир ровно через неделю. А вся оперативная информация ежедневно обновляется на официальном сайте МВД Подмуртской Республики. В случае криминальных происшествий не забывайте про визуанную часть. Телефон полиции прежний. До встречи!